Всем привет! Мы в отеле Либерска Казахстан. Это аэропорт Баламаса. Кафе! Несечка лютанина! Как вы можете видеть, кристальная голубая вода, она тут везде и реально море просто фантастика. Тут на дне белые камни и известняк, и они дают вот этот вот цвет, как на Мальдивах, да, когда белый песок. И то же самое здесь. То есть вода нереального цвета. Отель Пункт ориентирован на семьи с детьми, поэтому 99% людей, которые здесь, это семьи с клубничками, с малышками. Помните, что люди отдыхают с детьми и есть возможность отдохнуть от детей? Все очень позитивные, очень улыбчивые. 50-50 иностранцев русских, наверное, даже поменьше, то есть в общей массе Англия, Германия, Россия, Япония. У нас до этого был любимый отель Amara Dolce Vita Luxury. Это район Токерова, Кемер. Прилетев сюда, мы все сравниваем с Amara. Так вот, Amara просто отдыхает по сравнению с этим отелем. Номера маленькие, 29 метров. Такой привет из 60-х. Абсолютно простенький, но не в номера мы летим отдыхать, мы летим за красотой природы и хорошим сервисом, и хорошим отдыхом, главное. Что могу сказать, для желающих получить номер севью, причем именно на первой береговой линии, посмотрите на сайте самого отеля, там очень хороший есть план. И вот если вы просто купите севью, вам могут дать вторую, третью линию, где у вас будет условная севью, там через какие-то деревья, через какие-то другие номера, ну, севью будет. Если вы хотите засыпать под шум прибоя, просыпаться под шум прибоя, выходить на балкон и видеть вот так вот море, выбирайте корпус семена. Для того, чтобы получить принципиальный корпус семена, вам нужно выбрать номер севью плюс джакузи. Тогда у вас будет джакузи на балконе. Такие номера просто есть только в этом корпусе. Он находится на первой береговой линии. У вас будет джакузи на балконе и просто нереально потрясающий вид на первую береговую линию. Эти номера не сильно превышают по стоимости обычные номера, поэтому, на мой взгляд, оно того стоит. Реальный минус в этом отеле – это отсутствие интернета. Точнее, он есть, но он очень слабый и его специально ограничивают. Ограничивают для чего? Для того, что у них есть премиум интернет, который они продают. Стоит он 15 евро на 3 дня и 25 евро на неделю. Не знаю, мы его не покупали, не тестировали, но, видимо, он будет работать нормально. Интернет, который бесплатный в отеле, он не пашет. Он, ты приходишь в зону туда, его нет вообще, ты приходишь в зону туда, его нет вообще. Ты вроде бы пришел в зону, где есть интернет, включился, и он тут же отключился. На аудиозвонки еще он куда-бедно работает, на видеозвонки он не работает вообще. То есть, к этому готовьтесь, что вам придется либо заплатить за интернет, либо вы будете пребывать здесь без интернета, вылавливая какие-то маленькие местечки, чтобы загрузить фотографии, отправить ее родным. Ресторан нереально большой. Есть зона для вегетарианцев, есть детская зона, есть... Да даже я не знаю, чего там нет. Мороженые, пирожные, тортики. Все в таком количестве, что равнодушных не найдется. Свежевыжатые соки, морковные, огуречные, апельсиновые. Стоят несколько автоматов, которые давят апельсиновый сок. Большое количество автоматов, капучинаторов, которые готовят хороший свежебноутый кофе, ни в коем случае не разбодяженный вот этот куферстворимый, который пить невозможно. Нет, это действительно очень хороший кофе. Вот еще одна немаловажная деталь, которая стоит на каждом углу, очень хорошая для... то есть дезэффекта для рук. И вот он ресторан. И вот таких вот краников по всему ресторану штуки три. Ну, таких зон с краниками штуки три. Чтобы вы понимали, 7 часов никто не ломится на ужин. Ну, то есть ломится, конечно, но без фанатизма. 30% столиков. Это вот они по всей длине. Вот так вот. То есть можно сесть... Да какой? 50% столиков с видом на море. То, что я сейчас буду делать не очень стыдно, но я пойду... Вау! Вау! Как красота! Но я пойду снимать, что же там есть в ресторане. Вау! 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 Кебаб очень шикарный. Кебаб очень шикарный. Кебаб с бараниной. Ну и просто я, если честно, за три дня не обходила его ни разу, потому что я обычно останавливаюсь на зоне гриф. Курица в красном мире. Рис. Валёный. Морковка парамвая, пастоп с чем-то. Курецкая самца. Сартиза. Опять какая-то рыбка. И самая популярная зона, зона в парке, где готовят бургеры, уже закончились, группуковые кольца, бургеры, все подается моментом. Бургеры, пельмешки, зона итальянской кухни, равиоли, пакетки, нереальное количество закусок с оленей и сыром. И это я еще не половину не прошла. С той стороны я даже не смотрела, но я думаю, что уже это все понятно. Отдельная зона вегетарианцев. Там пицца. Вегетариан. Понятно все. Случительно. Вегетарианство. Тофу, спина и все остальное. Нереальное количество пицц. И это не сегодня, это ежедневно. Супы обязательно. На завтрак всегда есть кашки, хлоп. Ну и понятно, куда надеваются. При этом на завтрак стол ненамного беднее. Зона хлебушек. Какие-то сырочки. Чиничные котлетки с мясом. Это уже пошло все для деток. Фаршированная курица топкопы. Господи. Эй, булбур плов. Котлета в бумаге. Зона вкусняшек. Я не единая. Выбрала? Как тут выбрать? Глаза разбегаются. А еще сидишь за завтраком? Тебе хлобысь рядом прилетает. Музыка. 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 По выражению бы тоже хорошо. Музыка. Территория отеля просто фантастическая. Отель полностью закрыт горами со всех сторон. Кругом ступеньки. С одной стороны это плохо. При этом помимо ступенек всегда есть дублирующие пандусы и есть лифты. То есть для людей с колясками нет ни малейших проблем передвижения, продуман каждый шаг. Отдельного внимания заслуживает ясельки, детский сад. Стоимость отеля входит, то есть вам не потребуется здесь нянечка, потому что малышей с 9 месяцев принимают в ясельки. Не на полный день, но у родителей есть возможность от них отдохнуть. Есть группа для малышей с 3 до 5 лет и группа от 6 лет, где малышей забирают, можно сдать их в 10 утра. И забрать его можно только в 22-30. За это время детей 4 раза покормят, сводят в аквапарк, сводят на море, придумают развлекаловку, какие-то игры, какие-то разрисовки лиц, с ними гуляют по всей территории, разучивают какие-то анимацию, потом это устраивают родителям вечером, анимацию с детьми. Прям очень здорово. И опять-таки большое количество персонала в садике. Ты понимаешь, что все абсолютно дети под присмотром, их намажут, их переоденут. И видно, главное, видно, что они работают с детьми не потому, что им приходится, как я видела в других отелях, а чё, на, поиграй, иди в какую-нибудь компьютерную игрушку. Вон там стоит у иншифейшн, отстань от меня. Это реальная ситуация, которую я видела очень во многих отелях. Здесь нет, видно, что им нравится общаться с детьми. Они с ними играют, они идут в обед, они всех приветствуют, они улыбаются. То есть это люди, действительно, которым нравится работать с детьми. В отеле есть аквапарк. Он называется детский рай, и этим он говорит сам за себя. То есть аквапарк больше ориентирован на детишек. Для взрослых там найдутся какие-то бассейны и три горки. Все остальное, в принципе, ориентировано на детишек. При этом там есть какие-то дорожки, серпантины, подвесные мостики, подвесные ступеньки, какие-то шалашки. То есть я сама, как ребенок, бегала по этим лабиринтикам. То есть развлечений более чем. Если вдруг выдалась непогода и море штормит, вы всегда можете провести день в аквапарке. Также там есть чем перекусить в обед. Небольшой выбор. Есть картофель-пюре, картофель-фри, бургеры, кебабы, салатики. Выбор совсем небольшой. Там штук 10 горячего и штук 10 салатов, мороженого. Для людей, которые отдыхают без ребенка, для вас тоже есть места в этом отеле. Во-первых, есть в самом отеле места, куда не допускаются дети вообще. То есть там прям стоят таблиточки 16+. И если вы даже отдыхаете с ребенком, вас туда не пустят. То есть вы сдаете ребенка, да, вы можете прийти туда. Это шикарный бассейн с панорамным видом. Есть такие места на пляже. То есть всегда есть. И самое главное, в этом же отеле, в Ликвии, есть ответрение небольшое в сторону. Там есть часть отеля, называется Сентида. Вот туда люди сми не допускаются вообще. Там абсолютная зона релакс. Там у них свой ресторан, у них своя отдельная зона. То есть люди из Сентида сюда могут ходить. Они ходят играть в теннис, они ходят играть в гольф. Так что люди из Валиквии туда не допускаются. Естественно, как в любом отеле есть волейбол. Но при этом есть какие-то танцы, развлечения для пенсионеров, желающих похудеть. То есть там прям у них тут целая секта. Они ходят такие раз-раз-раз, довольно счастливые, фотки вместе. Ну, то есть видно полный позитив. При этом, ну, видно действительно, что люди довольны. Я так понимаю, что в большинстве случаев, то, что я смотрю, это бабушки, которые приезжают вместе с семьями. И бабушкам тоже есть чем заняться, потому что у них тут своя группа пенсионеров. Очень много теннисных кортов, где играют точно так же люди разных возрастов. Как профессионально, так и непрофессионально. Теннисная ракетка стоит 5, одна, что-то 5 евро в день. Залог 50 евро за ракетку. Большой гольф, мини-гольф. То есть я даже не представляю, чтобы тут не нашлось чем заняться. Клюшки стоят, по-моему, так же, 10 евро в день. По-моему, без залога. Бесплатно из развлечений есть каноэ. Двухместное каноэ вы можете поплавать. Смотрите, какая прозрачная вода. Даже на такой глубине видно все камушки. Средство и фрагеря. Параглайдинг. Ой-ой-ой. Короче, отсюда, сюда, точнее, съезжается сей Турцин. Этот параглайдинг. И он как раз приземляется возле ресторана. То есть вы сидите, ужинаете, у вас образ, кто-то прилетает. Про параглайдинг отдельно потом расскажу. Море бывает неспокойным, и поэтому людям с детьми тяжело будет войти в воду. Но специально для этого предусмотрен детский пляж. Это огромная насыпь. Высокая насыпь из камней. Даже при самых сильных волнах волны туда не добивают. Получается полностью закрытая лагуна, циркулирующая, конечно, водой. Но при этом абсолютно без волн. Она там теплее, градуса на 2, потому что она хоть и циркулирует, но все равно более мелко и солнышком прогревается. Много нереально красивых мест, где вы можете сделать потрясающие фотки для инстаграма. И ты прям видишь, что они продуманы. То есть какие-то качели на пляже, которые полностью создают эффект, что ты на Мальдивах в сочетании с цветом моря. И вот прям вот как положено на Мальдивах вот эти вот качели. Какие-то зоны 16+, с открытыми бассейнами, которые делают панорам прямо в море. В какие-то такие уголки ты идешь такой, ух ты, там столик с какими-то разноцветными тыквами, которые, на фоне которых тоже прям мозг взрывается от яркости красок на солнце. Надеюсь, мой обзор будет полезен людям, которые выбирают место отдыха. Подписывайтесь, ставьте лайки, а я вам еще что-нибудь интересное скажу. Спасибо.